Дорогие друзья, это новогодний выпуск нашей Черкизова Лайф и с вами, как обычно, Елизавета Беляева и Кирилл Брейда. Сегодня мы будем подводить итоги уходящего года с нашими замечательными гостями. А в гостях у нас сегодня народный артист России и один из самых известных болельщиков «Локомотива» Валерий Александрович Баринов, а также Руслан Пименов, который является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России в составе «Локомотива». Здравствуйте, дорогие болельщики «Локомотива». Я присоединяюсь. Всем привет. Спасибо, что пришли к нам на новогодний выпуск. Ну и не хотелось бы откладывать дело в долгий ящик. Первый вопрос, так как выпуск новогодний, приуроченный явно к подведению итогов. Что главное произошло в нынешнем календарном году для «Локомотива» по вашему мнению? Руслан, пожалуй, с вас начнем. Приятно удивило то, что «Локомотив» провел первую часть сезона довольно-таки стабильно. Борется за самые высокие места. И мы видим, что прекрасное, светлое будущее ждет во втором круге. И будем надеяться на это. Вот так кратко резюмирую. Что для меня главное произошло в «Локомотиве» в этом сезоне? В «Локомотив» вернулся «Локомотив», по моим представлениям. Понимаете, пришли люди, воспитанные в «Локомотиве», пришли люди, как я говорю, с красно-зеленой кровью, пришли люди, которым этот клуб – дом. Пришли три «Локомотив» родственника, и в команду вернулась атмосфера победителей, я бы так сказал. Вы знаете, вот задав вам вопрос о подведении итогов года и о выделении какого-то главного события, я рассчитывал, что обязательно вы выделите наш победный матч в Астрахани, финал Кубка, чтобы потом, соответственно, нашим зрителям показать саму ли этого матча. Но вы почему-то как-то не упомянули. Вот из-за того, что новый сезон так здорово стартовал, как-то позабылся предыдущий? Финал Кубка мне представлялся как болельщику-пессимисту. Случайностью. Вы помните, как мы еле-еле-еле добрались до этого финала. И, в общем-то, мне казалось, что будет совсем трудно. А тут еще тренер ушел. И вот тут... Ну, и тренер пришел. Да. И вот тут случилось чудо. Пришли три тренера. Конечно, пришел Игорь главный, все тут никто не... Но они пришли втроем, и это чувствуется, что они втроем. И они пришли с этой атмосферой. И это щелкнуло. Это было таким щелчком замечательным. Это был как запуск какой-то динамо-машины, после которой закрутилась эта штука, и паровоз поехал. А сейчас, в продолжение разговора, мы предлагаем вам вспомнить самори Кубка России. Время, чемпионы! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЛОКОМОТИВ СРАВНИВАЕТ СЧИТ! 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 ЛОКОМОТИВ 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 СЧИТ! еще раз с эмоциями от нашего победного финального матча в Астрахани. У меня лично мурашки пробежали. Не знаю, как у наших гостей. Волнение мы испытали тоже. Испытали волнение. И гордость за команду. Поэтому мне хочется, Руслан, вас спросить. Вот вы все-таки становились и чемпионом, и тоже кубок выиграли. Вот какие эмоции у футболиста, когда он поднимает кубок и когда он понимает, что он вписал свое имя в историю? Просто настолько эмоции были сумасшедшие, что тяжело было настроиться потом на кубковый матч Еврокубковый. Но суть не в этом. А суть в том, что даже когда, переходя из другой команды в Локомотив, например, касаясь там не только меня, но и других, у ребят была цель именно с Локомотивом стать чемпионом. Самыми сильными в стране. И плавно все шло к этому. Поэтому все шикарно. Эти эмоции они на всю жизнь. Руслан, по вашему мнению, насколько важно, чтобы в игре команды присутствовали, были задействованы непосредственно воспитанники свои. Взять опыт, когда я играл. У нас были Пашинин и Маминов и еще многие ребята. Вот эти два основных, таких будем говорить, которые вели достаточно уверенную игру и постоянно играли в основе. И вокруг них, можно сказать, изначально строилось все. Потом добавились невоспитанники, как легенда нашего клуба, это Ласьков Дим. И многие, которые не воспитанники, но, опять же, с характером чемпиона. Будем так говорить. Да, с одной стороны, мне приятно то, что воспитанник Локомотива сыграл важную роль, но когда мы становились, опять же, добивались успеха, у нас была такая сборная солянка, но которая была единая цель. Вопрос именно в характере чемпиона, как вы правильно сказали. То есть, многие болельщики считают, что этот самый характер чемпиона, желание умирать на поле за команду, оно прививается именно в Академии. Да, но из Академии не все выходят сразу футболистами. Если даже дети записывают, там, родители их тысячами, один, если выйдет в году, это очень даже хорошо, хороший результат. Так что здесь зависит и от жизни, и какой будет подростковый период, и перейдет ли он из детского футбола во взрослые, и подведут ли его правильно. Здесь очень сложная работа к работливым тренерам детских и юношеских команд. Вообще, надо, конечно же, быть очень благодарным, которых футболистов они доводят до ума. Вы знаете, я как бы и согласен с Русланом, и не согласен. Для меня очень важна роль воспитанников в команде. Вы понимаете? Очень важна. Это создает определенную атмосферу и на трибунах, когда они понимают, что это человек из школы локомотива. Я даже слежу за теми ребятами, которые играют не в локомотиве. Но вы понимаете, это очень важно, когда появляются свои воспитанники. Они действительно костяк команды. Они действительно... Я однажды спросил у одного из тренеров, который возглавил локомотив, не буду говорить фамилию, я говорю, скажи мне, есть в команде хотя бы один человек, который готов за тебя умереть. Потом он сказал, нет, но я там заставлю. Ну, не заставил, не получилось. Понимаете? Вот это очень важно. Вот это прививается с детства. Но воспитанники, появляющиеся воспитанники, вот появление Миранчука, понимаете, оно как-то сразу вдохновило. Посмотрите, как каждый выход его на поле воспринимается болельщиками. Он должен понять, что вот это вот, то, что он воспитанник, это подарок судьбы. И его надо отработать. Вот эту любовь к болельщику, за то, что он его любит, просто за то, что он выходит в красной-зеленой майке. Но не просто, он очень хорошо играет, а конец сезона просто молодец. Вы отметили, что болельщики любят Алексея Миранчука, и по общению с Лешей можно быть уверенным в том, что Леша это знает, и он знает то, что он обязан их отблагодарить. Вот это знание, что он действительно ответственен за результат, мне кажется, оно как раз именно в Академии Локомотива и привилось. Поэтому, друзья, я предлагаю сейчас посмотреть ролик о нашей замечательной Академии, которая уже много воспитанников подарила нашей команде, в том числе Олега Пашинина, Владимира Романова. И не только наших. И не только наших, да, а всему российскому футболу. Ролик Локотой вашему вниманию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Сейчас, конечно же, можно сказать про успехи «Локомотива», если вернуться туда в начало. Вы сами верили в успех? Подожди, успехи, сезон еще не кончился. Нет, успех есть, есть, есть. Я не возражаю, я не спорю, успех есть. И слава богу, я из тех болельщиков, знаете, которые дрожат. Я вот, когда смотрю, если по телевизору смотрю в прямом эфире футбол, я боюсь поменять место на диване, если все идет нормально. Успех есть, я не отрицаю, не спорю. Доставлена большая порция радости нам. Валерий Александрович, а вопрос-то не в этом. Вопрос в том, верили, ну, понятно, что верили как болельщики, мы в успех в начале сезона. Но все же сейчас мы говорим о том, что наши тренеры справляются. В начале сезона велики были опасения? Руслан, как считаете? Очень велики. Я говорил, я ждал начало сезона с большим таким интересом. Но и с опаской. С опаской, наверное, нет, потому что уже, как, наверное, пыл такой, наверное, поубавил, о, поубавил, как болельщик. А было интересно именно в плане профессиональной точки зрения посмотреть, как выкрутятся, выйдут ли ребята из такой ситуации, как был, допустим, целых, наверное, уже лет восемь, да? Ничего не выигрывал. И вот кубок, когда выиграли, опять же, говорю, такое ощущение сложилось двоякое. Поэтому, когда пять туров сыграли и сыграли достаточно уверенно и победив во многих матчах, сейчас, наверное, наступил такой переломный момент. Или команда пойдет дальше наверх и правильно, плюс там будет комплектоваться, плюс воспитанники будут подтягивать. И если правильно все пойдет, то будет все отлично. В том плане, потому что сейчас переломный момент, повторюсь, или будет все достаточно ровно и пойдет на спад. Вот здесь должны проявить, наверное, характер уже в большей степени футболисты, и которую они планку задали, они должны ее держать и добавлять еще обязательно. Иначе топтание на месте произойдет. Ну, то есть еще локомотив – это та команда, от которой непонятно что ожидать. Сейчас такой момент, когда предсезон будет зависеть, наверное, самое важное в этом году, это будут предсезонные сборы, как пройдут, кого купят и как команда усилится. А вы как думаете, что следует усилить? Какие позиции? Нападающий 100% нужен. Как? Он уже не яс. И что? Ну и что? И яс устает тоже. Вот к концу-то устал. Куду устал. Четыре месяца к ряду. Лучший игрок локомотива. Да, но я понимаю, но к концу-то подустал. Понимаете? Должен появиться, вот он, допустим, устал он, яс, уходит, выходит, шкулетишь, да? И, в общем, продолжает ту же игру. А он не продолжает ту же игру. Значит, нужен еще равноценный. Майкон выходит здорово на свои 20-летние. Майкон здорово. Последнее время выходит просто здорово. То есть, вот эта роль Джокера действительно наконец-то... Майкон, Миранчуб в конце сезона. Слава богу, опять Саша Самедов. Я очень люблю этого игрока. И каждый раз для меня, знаете, как личная беда, когда он вдруг сбрасывает обороты. Вот такое ощущение, что у меня что-то не получается в моей жизни, в моей профессии. Если в тебя верят, можно свернуть город. Ну, вот, если вернуться, например, к теме Еврокубка в самом начале, после жеребьевки, вот вы верили, что мы выйдем с первого места? Знаете, у меня вообще есть такая жуткая вещь. У меня гениальная антиинтуиция. Вот если я говорю да, обязательно будет нет. Поэтому, когда начинался сезон, я даже ходил и радовался. Я не верю, что мы что-то добьемся. Не верю. Я знал, что значит будет наоборот. Так и тут, когда произошло, я думаю, о, да не, ничего, мы не сделаем. Такие команды. Причем португальцы показали здесь, какая она, какая это команда. Какие точные передачи, какая разверина, какая точная игра, понимаете. И вдруг мы их там легко, просто, как детей. Все побежали, сказали, ребят, не надо бегать. Такой раз успокоили, обыграли. И я ходил и радовался. Мне каждый раз, с тех, кто знает, это мою особенность, скажут, ну что сегодня? Я говорю, проиграем. Говорит, правильно. И обязательно выигрываю. Валерий Александрович, давайте сейчас подробнее поговорим непосредственно о всех баталиях групповой стадии Лиги Европы. А вначале предлагаю посмотреть ролик ЛОКО ТВ. Когда состоялась жеребевка непосредственно групповой стадии Лиги Европы, мы были вместе с командой. И предварительно у всех спрашивали о пожеланиях. Какую команду кто хотел увидеть в нашей группе? Угадали не многие, а кто именно в сюжете ЛОКО ТВ. Надеюсь, что Англия не попадется. Хотя, может быть, интересный был бы матч, но там визу трудно делать. А так, Греция, ну, конечно, Динамо Минск было бы тоже интересно. Я уже знаю, я уже все выбрала. А мы попадем на Ягс. Голландия тоже, может, то, что Бельгия будет, тоже, наверное, интересно было поехать. Хотя, может, там играли, в принципе, недавно. Амстердам, да? Ну, да. Марсель Апаевов, Динамо Минск. И партизан. Поедем в Сербию. Спортинг. Ливерпуль партизан. Не то, что я хочу Ливерпуль, но я думаю, что он будет. Из такой группы выйдем? Выйдем. Мы вообще из любой группы выйдем. Мне всю ночь снились корзины, шары и название команды. Гронинген. Почему Гронинген? Я был Гронинген. Боруссия. Боруссия, Доркмуд. Боруссия, Испирь. Боруссия. Почему вы все Боруссии выбираете? Ну, с ними хочется сыграть. Они в Лиге Чемпионов выиграли. Ну, а обыграют они нас. А дальше что? Да, фиг его знает. У нас Касаев есть. Я чувствую, что будет Аякс, но хотелось бы с Дортмундом. Кого хотел бы? Ливерпуль. Боруссию. Спортинг. А где их выбирать-то? Ливерпуль. Ливерпуль? Ливерпуль. Давно хочу в Англии сыграть, так как не получается. Ливерпуль. Хочешь сильной командой, то сыграть было бы интересно. Босс. Давайте Рубин. А Рубин нельзя. Ну, блин. Ливерпуль. Тоже Касаев? У нас на все есть ответ. Ливерпуль. Хочется, но я думаю, нам выпадет Брюги. Можно вот Брюги выбрать бельгийский. Брюги. Бельгия. Это чувство или желание? Это чисто интуитивно. Как вообще с интуицией? В порядке. Днепр. И Днепр нельзя. Да что такое? Не знаю, честно. Остальных можно. Бешикташ. А Бешикташ тебе не будет страшно, когда они там уничтожат? Нет, нет. Я люблю когда так, атмосферу. И с четвертой. Ну, в Белоруссию съездить хочется к батьке в гости. Динамо Мицк. И Динамо Мицк. Габалак. Нас устраивает. Габалу? О, Габалу тоже можно, кстати. Габала. Интересный выбор. Ну, чтобы полегче было, чтобы мы там могли пройти. Не, я говорю, к батьке хочется драники хорошие, вроде говорят. Съездить, попробовать. Партизан, наверное. Может быть, в Албанию рванем? Да нет, давайте в школе лучше. Партизан. Партизан. И четвертый, где партизан? На них не хочет, знаешь. Скендерберг. Скендерберг в Албании. Почему? Почему Албания? Потому что Динамо Заграб играл с ними. Выиграл и думал, что ими будет. Он уже закончился. Следующая группа в Альбании. И сейчас мы видим, что мы в Албанию не хочем? Может быть, в Албанию рванем? В Албании. В Албании не хочется, нет? Это Албансберг. У нас задача ставить выходить в любом случае. Какие бы команды не попали. Я вообще первый раз играю в Комплировой Кубке. Сыграть. Человеку будет интересно. Зачем играю против Харвэ? Большая команда. Все одинаковые люди, такие же, как и мы все. Не боимся. Не боимся? Конечно, не боимся. Валерий Александрович, вот Руслан такую отсечку, как пять туров назвал. Вот в тот момент, Руслан, вы говорите, что поняли, что это действительно команда. Вот эти победы, которые были в первых турах, они не случайны. Вы когда поняли, что это действительно коллектив, команда? Может быть, в матчах Лиги Европы как раз? Нет, вы знаете, как это ни странно, после первого поражения. Даже не после реакции? Да, именно после первого поражения. Я понял, что поражение было, в общем, почти случайным. Что могли и выиграть, и проиграть. Там была, мне кажется, и судейская ошибка, но не надо на это сваливать. Но вот мне очень важно было, как ребята воспримут первое поражение, и как они после этого будут играть. Вот для меня это было важно. Что касается Еврокубков, вот тут, как ни странно, вопреки самому себе, я успокоился после первой игры. Так разумно это все было проведено. Самым сильным, на мой взгляд, командой из этой четверки, которая нам досталась, я все-таки считал португальцев. Понимаете? И так легко, так спокойно, на чужом поле. Я как-то даже успокоился. И потом, когда возникла тревога, когда надо было обыгрывать Скандербелл в последнем матче, понимаете, все равно у меня был какой-то такой внутренний покой. Внутренний покой. Потому что вот первая же игра показала, что ребята готовы. На эту группу-то точно. На группу непростая. Да, да, непростая, но она и не самая, так скажем, сложная. Когда кто-то хотел Ливерпуль, кто-то хочет еще. Это нормальное желание. Когда сильный противник, тут психологически даже настраивать не надо. Иногда надо сдерживать. Это я никогда не забуду. Когда обыграл Баварию, там 1-0. Харлачева забил. Тут влетели 5-0. Но все равно вот это желание. Вот мы по ролику заметили, что наши футболисты хотели действительно сильные команды. Это говорит о том, что они уверены в себе, правильно? Конечно, конечно. Да потом, понимаете, ведь это существует. И у актеров у нас хочется себя проверить. Знаете, когда я поехал во Францию сниматься, и пришли там французские звезды, мы начали работать. И мне было интересно, потому что я понимал, что это были высокого класса профессионалы. А потом я понял, что я не хуже, а во многих моментах даже лучше. И это мне было интересно. А если бы мне собрали на Росплощади и сказали, давай играй с ними, это было бы неинтересно. Так и футболист. Он хочет себя проверить. Он хочет себя проверить против Месси. Он хочет себя понять, что такое он значит против Барселоны. Понимаете? Конечно. Как спортсмен, Росанас, подписывайтесь под каждым словом? Подписывайтесь под каждым словом. Это еще остается в регалиях. Ты играешь, допустим, против. Да. Да, команда. С Кендер Бео. Допустим, да. Останется в памяти тем, что обыграли португальскую команду. И тем более, это уже грант. Так же, как и приятнее играть против Реала, Барселоны. Потому что это запоминается на всю жизнь. Вот у вас какое главное воспоминание из еврокурмовых баталий? Тут масса была в Черкизово и за Черкизово. Здесь сложно. По-своему, каждый дорогий матч и с Реалом, и против Барселоны. Против Барселоны какой матч был? Судья не дал. Судья не дал победить. 12 секунд оставалось. И с Реалом, да? Нет, это вот там играли. Я говорю, да. С Реалом, да. Не дал. А с турками тоже. Голд Сарай тоже такой матч. Вот в Турции, вот вы играли в Турции и понимаете, что это действительно ад. Ну, вы знаете, поддержка наоборот. Когда полный стадион, это круто. И даже если болеть против тебя, это все равно эмоции, это все равно дополнительные силы. Когда пустой стадион, вот здесь уже становится намного тяжелее. Когда еще на родном языке кто-нибудь кричит что-то такое. И ты слышишь это, что самое интересное. И у тебя силы прям тают на глазах. И у тебя вообще не получается. У меня был один опыт такой вылезти. У меня, видимо, там был один какой-то персональный болельщик. С рекомотивом приехали. И он как начал, с разминки, начал кричать. Ну, местный элистидец. У меня вообще ничего не получалось. Уже на разминке ничего не получалось. Он меня выбил настолько. Я вообще-то задаю. Когда что, уже думал, болельщики пришли. Вроде там 10 тысяч, такой маленький стадиончик. Да, да, да. И я его слышал среди 10 тысяч. Как он мне все подсказывает, как говорят, куда двигаться, как принимать. И вообще все. Юрий Павлович увидел это и быстренько меня заведел. Я думаю, слава богу. Первый раз в жизни, когда я порадовался заведе. Наконец-то этот ужас. Улететь. И все. И перестроился. Надо злиться. Надо копить. Как я вот, когда у меня сложный, серьезный спектакль, я с утра коплю дурную энергию. Тут со мной лучше не встречаться. Я раздражителен. Я никого не хочу видеть. Все меня раздражают. Мне все неприятно. Потом в 7 часов открывается за нос. Я вот это все накопившееся за день. Как там на зрителя. И все замечательно. А если у вас положительный персонаж? Неважно. Неважно. Важен фундамент. Важно, на чем ты стоишь. Что есть эмоции. А уже направить их, это другой вопрос. Это уже дело техники, как говорится. А когда нечем, был такой замечательный режиссер Дикий, сажал артистов перед началом. Читали пьесу и говорил, ну, чем будем удивлять? Понимаешь, вот когда есть чем удивить, ты можешь сыграть и положительную, и отрицательную. Неважно. Так что. Ну, а что касается вот сейчас жеребьевки, которая прошла, у нас же опять Турция, опять Стамбул. Вот что думаете по этому поводу? Психологически опять туда ехать, каково? Только не прогноз, ладно? Прогноз нет. Прогноз нет. Не, ну, если дадите отрицательный прогноз, мы будем правы. Да, да, да. С турком мы играем трудно. Это факт. Хочется ляпнуть дальше, но не буду. Нет, у нас... Но всегда побеждать. Это, знаете, накануне матча с «Зенитом» я был на «Матч ТВ». И Дима Губерниев, с которым у нас давние отношения и в эфире, особенно в прямом эфире, он говорит, ну, ничего, вот вам «Зенит» завтра вкатит. И как-то он еще слово сказал такое. И я сказал, говорю, согласен с тобой. «Зенит» нам завтра вкатит. А сидели с Бородюком, и тут рядом показал неприличную фигуру. Только Бородюку. Но почему-то вы увидели это в эфире. Я говорю, ой, извините, прямой эфир. Так что, понимаете, ну что, Турция, Турция. Единственное, что, конечно, чтобы это не перешло в хамство болельщиков. Это особое. В Турции, знаете, в Турции, в Греции, я помню, мы приехали на игру в Грецию, и идем, то ли Игнатия, то ли кто-то мне сказал, ты, говорит, кепку взял? Я говорю, зачем какую кепку? Надень на голову что-нибудь. А они там бросаются вот эти драхмы монетами. Она такая, здоровая. В Турции. Нет, и там тоже, нет. И вот, я тебе говорю, нет, пять драхм, это в Греции. Я очень хорошо понял, что я ее поймал, которая стукала мне по голове, и я ее до сих пор храню. Ее теперь только сохранить. Так что, нам бояться Стамбулу, что ли? Нет, бояться ни в коем случае. Бояться не надо. Главное, чтобы правильно, да, вот эту политику не ввязали в футбол, и просто обеспечили безопасность и для болельщиков, и для команды, и тогда можно обыгрывать эту команду, чтобы все мысли были об этом. Там, да, там все добрые. Знаете, как бы сказал Зильдин Владимир Михайлович на своем 100-летнем юбилее? Вот представьте, человеку 100 лет, да? Он полтора часа играл в спектакль, потом три с половиной часа выслушал поздравления, потом банкет, он не пьет, правда. Весь банкет он держал мне за руку, говорит, подожди, не уходи, я тебе должен сказать что-то важное. И в четвертом часу ночи он мне сказал, говорит, знаешь, вот ты там с футболистами связан интервью даешь, толковый, я слышал, ты передай им всем, что очень важна культура паса. Это человек на свой 100-летний юбилей, самое главное, что он должен был сказать, что важна культура паса. Понимаешь, если будет культура паса, будет культура игры, а будет культура на поле, будет культура у зрителей. Вот у него такое представление. Но, слава богу, успел сказать. Ну, к вопросу о Стамбуле, хотелось бы показать вам видео, в котором уличные музыканты в центре Стамбула прямо напротив магазина Галатасарая исполнили гимн локомотива. Поэтому Стамбула не стоит бояться, стоит и доехать, и поддерживать команду. Стамбула не стоит, и доехать, и доехать, и доехать, и доехать, и доехать, и доехать. Стамбула не стоит, и доехать, и доехать, и доехать. Стамбула не стоит, и доехать. Стамбула не стоит, и доехать. О футболе говорим, а ведь были моменты положительные вне футбольного поля, да? Например, к таким я отнес бы получение российского гражданства маринад у Гильермы. Согласны? Согласен, я даже и не знаю, как. Натурализация бразильца... То есть это для вас спорный момент, да? Для меня спорный, плюс у меня еще друг его конкурент, близкий, который с детства он в школе Чертанова, потом от Илья Абаев вратарь, да? Я в торпеды, и у нас постоянно были игры друг к другу. Мы так знаем с детства, и когда, конечно, Гильермо хороший вратарь, бесспорно, да, он получил российское гражданство. Это означает, что для Ильи это не очень положительный момент. Вы поняли, вы тут несправедливые. Да, я, наверное, это... Вы знаете, получить... Я за русских, в общем. Да. Я тоже в основном за русских, особенно за русских тренеров. Когда играют две, в общем-то, не мои команды, и у одной из них русский тренер, у другой нет, я болею за наших. Что касается Гильермо, тут вопрос персональный. Я думаю, что этот парень очень много сделал для того, чтобы получить русское гражданство. Очень много. Вы послушайте, как он разговаривает на русском языке. Он уже почти думает на русском языке. Он шел к этому сознательно. Понимаете? И я думаю, что это заслуженно. Заслуженно то, что он получил гражданство. Он этого хотел, он этого добился. Это было сделать не так просто. Не так просто было завоевать при наличии Абаева места в основном составе. И не так просто изначально в 18-летнем бразильцам переехать в Россию. Переехать. Потом язык, который никак не соприкасается. Никак. Я рад, что это произошло. Я рад. Я понимаю чувство Руслана тут личное. И он действительно тут не может быть объективен. Я тоже желаю удачи Абаеву, потому что это хороший вратарь, и он это доказал. Понимаете? Но получение гильермо-паспорта я приветствую. Вопрос не только конкуренции. Вопрос получения паспорта не только в том, что это действительно развязывают руки тренерскому штабу. Очевидно, что Игорю Геннадьевичу намного проще теперь выбирать состав. Конечно, конечно. Вратарь-легионер – это роскошь. Конечно. Вратарь – это да. Это, в общем, у него тут выхода не было другого. И он пошел по правильному пути, и он этого добился. И вот я просто по ощущениям, я понимаю, что он любит эту страну. И очень много сделал для этого. Очень много. Игорю Геннадьевичу 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 Если мир во всем мире будет, то и футбол будет на таком же высоком уровне, как и сейчас. И да, мы должны быть немножко, наверное, не агрессивны и более уважительны в следующем году. Поэтому всех с Новым годом поздравляю, всех благ, счастья и удачи. Чудесные слова. Замечательно. Я думаю, что нам с Лизой остается только так же от себя поздравить вас с наступающим Новым годом. Сказать о том, что все наши программы мы делали исключительно ради вас. И ради вас и будем продолжать выпускать наши Черкизова лайв. Ну а нынешний новогодний выпуск подходит к концу. Да, и желаем всем продолжать действительно верить в чудеса, новых побед, счастья и чтобы все мечты сбывались. А мы предлагаем вам посмотреть напоследок новогодний ролик с поздравлениями ваших и наших любимых футболистов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok